Здравствуйте, Игнатий Тихонович. Добрый день. Что-то вы-то позвонили, у меня сразу вырубило всё. Как будто свет погас. А у меня вызветилось, что связь или нет, плохая связь. И я перезагружал компьютер. У вас всё-то слабенький глазок-то. Ну, это ноутбук, я не знаю, он тут встроенный такой. Ну хорошо. У нас всё записывается и выставляется в интернет. Вы не против? Я не против. Я же смотрю ваши передачи. Я так о вас давно знаю, в принципе. Я раньше жил не в Белоруссии, а в Курганской области. И у нас приход был русской православной церкви за границей. Тоже Евтихий Курочкин был епископом. Ну то есть, и ваш брат приезжал, как-то даже раз служил у нас в храме. С отцом Владимиром. С база Преображенском соборе города Шадринска. Да, конечно. Карелин Владимир. Да, да. А теперь я в Белоруссии живу. Понятно. Жил в Минске, а потом с женой переехали в посёлок. Ну, честно говоря, ну, христиан вообще нет. Одни ведьмы какие-то. Просто ужас. Да, тяжело это. Война идёт такая тут. А мне показалось, когда мы ездили с миссионерской поездкой по Белоруссии, что в Белоруссии обстановка хорошая. Нет, как сказать. Здесь чисто, допустим, жизненный уровень как-то, ну, он не то что богатый, он спокойнее как-то жизнь в Белоруссии. Да. Я имею в виду состояние духовное людей. Ну, да. Женщины особенно, вот какие-то непримиримые, очень злые. Даже в храмах тем более. Если им слово скажешь какое-то из Библии, которая им не нравится, они ополчатся, соберутся кучей и начнут клевать, пока не дыклюют. Слово из Библии, это же сам Христос, Слово Божье. Именно так. Значит, они его ненавидят, получается? Да. За него же клюют-то, за что всех пророков гнали, за что Христа распяли. Да. Духовное состояние очень угнетает людей. Ну, а священники, естественно, ничего же не делают для того, чтобы как-то изменить эту ситуацию. У вас вопрос, а в чем? А вот в чем разница между ересью и грехом? Ну, а я сразу спрошу, а в чем разница между убийством и грехом? Ну, убийство – это и есть грех. Ну, так и ересь тоже. Я понимаю, что ересь – грех, но я это понимаю так, что ересь – это грех, который человек не признает за грех. Нет, признает иногда. Дело в другом, объяснение. И он, а он, вот, еретик-то почему тогда он? А вот какое дело. Когда человек грешит, он может ссылаться на слабость. Вот вещь какая-то присила меня, как Ахан, 7 глава Иисуса Новина. Давид мог увидеть, что в Версаве красивее его десяти жен, на что-то сослаться. А еретик – от гордости ума. Потому что там человеческая слабость, ересь страшнее. Вот почему, когда к Ави и Агафону пришли, говорят, решили его проверить. Давайте, монахи, договорились так, на полном серьезе, будем обвинять его, как он будет реагировать. Ну, и, говорит, вот ты живешь здесь, а мы узнали, что ты пришел-то, блудник, из Прелюбодеяния. Он заплакал, говорит, это Бог вам открыл. А они вышли, говорят, он родился-то, говорит, в монастыре. Что он там мог знать? Ну, интересно. Да, решили еще более страшное – убийство. Он опять согласился. Тогда, братья, подошли, говорит, его не проймешь. Давай, говорит, еретиком назовем его. Подошли, говорит, так ты чего молишься тут? А ты же еретик. Он слезы вытер, говорит, нет, братья, никогда не был. Ну, а теперь объясни, почему ты там соглашался? Ну, всякий, кто посмотрит на женщину с вожделением, Прелюбодействовал. У меня было, я мечтал там, хорошая больно девица-то была-то. А ненавидящий брата из человека – убийца. У меня было такое, что я подумал плохо. Подумал, он себя судит, как убийцу. Как Макарий Александрийский комара убил и говорит, я убийца. И пошел в болото раздетый, чтобы его комары ели. А вообще, щудили? Ну, а вот, вот грех. И он, ересь – грех, но грех произвольный от ума, от гордости. Что-то меня было не касается. Вот сейчас ересь настоящая. Крестить не хотят. А ладошкой мокрой – это ересь. Это ни в одном каноне нету, ни в одном требнике, священники никто. И все признают. И делают наоборот. Это время пришло такое лукавое. И по порядку отвозьми. Никакой исповек бывает и нету. Совсем даже. Вот венчают, а венцы держат над головами и надевают же. Голова-то не увенчана. Кого держат? Сзади идут, дружки там держат. Ну, любое возьми. Все кверх ногами поставлено. Свещи нечистые. Еще попало там. Сирозин всякий там, парафин. Глаза щипет катарахты. Она должна быть чисто восковая. Это не важно. Но все-таки оно говорит о том, какие мы. Вот живет мужчина. Нормальный, все, бороды нету. Почему скоблят себя? Вот возьми, Осипов, профессор. Он не знает, что это не образ Божий, а образ мира сего. Это сатана так сделал. Ну, тут даже доказывать ничего не надо. Мужчина и женщина. Ну, не две же мамы в одном доме-то. Там же видно, что борода, это... Христос был с бородой. Ну, да. Апостолы? Да. А пророки? Да. Иконы все пройди, ты увидишь. А почему ты такой-то? Он ответить не может. Почему? По стихии мира. Понимаете? Это не ересь, это грех. Но он в конце концов накапливается, и человек все отвергает. А не надо, я пойду там в секту какую-нибудь, и все. Вот тут надо просто смотреть серьезно. Я вот беседую когда с сектантами, я говорю, вот вы думаете, что вы правильно верите? Ну, конечно, у нас правильно. Ну, тогда рассудите так правильно, если у вас. Скажите, во II веке кто так верил, как вы? Что не надо никакого рукоположения с апостолами связанного? Кто так понимал тысячелетнее царство, как вы, что оно на земле будет? Тысячу лет праведники, а грешники будут в могиле лежать. Ну, кто в I веке считали, что иконы это идолы? Ну, назовите по именам, покажите их труды. Еще этого нету. По порядку II век, ни одного. III, V, X. И вот только в XVI веке Мартир Глютер, 1517 год. Ну, что себя обманываете? Церковь, она нерушима. Она один раз создана, одна. Я создам церковь. И он создал все Омской горнице и домик Орнилия. И врата Ада не одолеют. А врата Ада это ереси. Вот вы и есть врата Ада. Я им говорю. Вот. Ну, вот про церковь тоже, конечно, вопрос такой постоянно в голове. Ну, вот Христос сказал, где двое, трое, в честь меня соберетесь, там и я посреди вас. А не еще. Так написано. Тут надо быть осторожным. Григорий говорит, двое или трое собраны, не соберетесь. Соберетесь? Трое. Это на выпивку трое собираются там. Ну, это в духе, дух соберет. О, собраны. Это иная сила. Ну, так понятно. Потому что, если мы соберемся водку пить, так это же не духом мы собраны. Конечно. Во имя Его, то есть по слову, согласно Евангелию, во имя Его. Ради. Ради Него, во имя Его. То есть, что люди действительно в едином духе соберутся. Там Христос. А разве сегодня в приходе, в каком-то, это можно сказать, вот я не знаю. Ну, конечно, может где-то и есть. Я вот побывал в разных, но люди просто друг друга знать не хотят. Даже кто, чем, как живет. Это разве в духе в одном они собрались? Это братья и сестры разве? Это ж ужасное просто какое-то состояние такое духовное вообще. Как вот в Писании сказано, что придет время, когда здравого учения принимать не будут, а будут искать себе учеников, которые бы ласкали слух. Учителей. Учителей. Да, учителей, которые бы ласкали слух. Вот они таких и ищут. Интересно, по-славянски говорят, чешем я слухом. То есть, чешут. Да. И бесполезно. Разговариваешь с людьми, они себя христианами называются. Называют, а мне батюшка сказал. Я тебе говорю то, что Бог говорит. А ты мне говоришь то, что батюшка сказал. Да кто из нас не прав? Да. Вернее, Бог не прав или батюшка тогда? Вот кто? Ян Златоуст говорит так. Я тебе привожу, говорит, закон владычный, а ты мне чужие грехи. Это не один на одно. И бесполезно. Вот просто, ну вы же верующие, вот вам Писание. Ну это же закон для вас. Да. А батюшка отменил. Ну он что, вы же Папа Римского уже. Папа Римский отменяет. Это в католической церкви. А в православной каждый батюшка имеет это право. Да, 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 да. Как Папа Римский. Это абсолютно точно сказали. Просто я думаю, а чем люди думают? Вообще не думают что ли? Или что с ними, с головами что-то произошло? Все заключается в страхе Божьем и в смирении. Люди сегодня главного православного. Только пришел прелесть, прелесть гордыня, прелесть гордыня. Если батюшка говорит совершенно вопреки Евангелия, его надо слушать, он благословил. То есть в Бога не верят, верят в попов. Так они, получается, служат, когда они идут против Христа, получается, служат сатане. Да. Раз они не служат то, что говорит Бог, а делают наоборот. Да. Служат обезьяну Бога. Ей подчиняются. Как с ними вместе в кране стоять? Я маленький вопрос вам задам. Не в обиду. А вы сейчас на пенсии? Нет еще, работаю. А сколько вам лет? 57. 57. А вы гражданский или военный работаете? Я гражданский. А почему погона у вас? Это не погоны. Это просто форма, купил одежду такую. Это погоны. На рынке. Она такая практичная, удобная. В лесу тут живем. И в лесу ходите. Нет, я только про погоны спрашиваю. Что практичные я знаю. А погонов-то нет. Это просто вид погонов. На них никаких нет обозначений. Да обозначений-то нет. Значит, рядовой. Я так и понял, что вы рядовой. Вы срежьте. Они не нужны. Вот у нас в деревне запрещено носить. А можно носить только троим. Троих приезжает. Это два врача военные. И следователь. То есть они в военной организации. Им можно по форме. А другим нельзя. Это обман. Обрезать надо возле плеч. Это... Ну, в принципе, я тут никого не обманываю. Потому что никому это неинтересно. Нет, я просто так сказал. Наши правила какие у нас. Я понимаю, да. Ну, ладно, говорите. Вот про ересь мы сказали. Сохрани Бог. А чтобы в ересь не впасть, нужно и спросить у Бога смирение. Так сказали святые все. Так говорит святая Библия все. Вопрос снимается сразу. Ну, хорошо. Смирение вот тоже люди по-разному понимают. Некоторые смирения понимают, надо смиряться со всем. А я считаю, что надо только смиряться с Богом. Перед Его законами и правилами. Потому что иначе получится, надо смиряться и с дьяволом. Ну, да. Но речь идет о смирении нашем. И перед чем смиряться? Перед тем, что не сходится с моей натурой, с моим научением, с законом Божиим. Почему 1 Тимофея 4.16 говорит, вникай в себя и в учение. Вот тут и смиряйся. Не помоем, а надо смириться. Вот жена говорит, а почему я должна мужу подчиняться? Потому что Павел говорит, жена да учится в безмолвии. Учить не позволяю. Вот почему. Да. Ну, вот с женой, конечно, эту тему мы подняли. Я второй раз венчан. Потому что первый раз, ну, в принципе, я не знаю. Мы ходили вот в это, в Шадринске, в собор, но теща была, ну, можно сказать, жидовка по состоянию души. Она немка вообще по происхождению. И когда начали ходить в собор, она аж зубами скрипела, вот нравится вам и стойте всю жизнь на коленях. Ну, вот в таком духе. И детей настраивала, и жену. Ну, и в конце концов, в общем, примерно, ну, как, своими словами скажу, недословный перевод, что поставила уже жена условия, типа, или ты. Тяжелые времена были. Я так таксовал на машине. Машина у меня была. Ну, зарабатывал там. Немного, конечно. Ну, жили потихоньку. Так она у вас, жена сейчас вторая или первая? Да, вторая. А куда первая делась? А я объясняю, вот рассказываю. Ну, ну, я маленький понял. Она ушла? Да. Она поставила условие, что ты или живи, как весь мир, то есть воруй, грабь, неважно как, но деньги в дом принеси. Ну, это она говорит. Но вы-то не имеете права. Или жить не будем? Ну, не будем, так не будем. Я ушел там, жил в храме, при храме. Она перестала ходить в храм, хотя венчанные были. Перестала отпускать туда детей. Ну, это все понятно. А если вы... Она вам изменяла или нет с другим мужиком? Ну, дело в том, что сначала нет, а потом она выходила замуж. Ну, повод-то вы ей подали. Ну, какой же ей повод подал, если меня из дома выгнали? Ну, даже выгнали. Ну, вы первая начали себе женщину, или она первая? Нет, нет. Это я уже здесь, в Белоруссии, женился, когда уехал оттуда. Ну, а как же жениться-то? Она живая сейчас? Ну, как жениться? Я получил снятие этого венчания, и второй раз венчался. А второго никак. При живой-то жене, как второй раз венчаться-то? Это вопреки закону. Ну, вот, допустим, апостол Павел говорит, если неверующий хочет развестись, пусть разводится. А дальше? Брат, в стране связанный, к миру призывал нас Господь. Он не связан с чем? То есть, ты можешь отпустить ее, ты к ней не привязан теперь, она может уйти, но тебе-то не дается право жениться. Если при живом мужа выйдет замуж, или при живой жене, называется при любодействии. При живом. При живом, а не при непослушном. Это дело... Снато венчание уже не жена. Ну, ладно, я... Говорит, допустим, правило Василия Великого. Девятое, по-моему. Если жена оставила мужа или перешла к другому мужу, виновна в прелюбодеянии. А муж оставленный достоин снисхождения, и сожительствующая с ним не осуждается. Сожительствующая с ним, но не он. Вы правильно прочитали закон. А она не осуждается. А кто взял-то ее знает, он осуждается. И вот на соборе 17-18 года было принято то, что, допустим, правило к снятию церковного венчания, что если, допустим, там в первую очередь идет прелюбодеяние... Нет, отпадение от православия сначала идет. Потом прелюбодеяние. Такого нет. Нет. И наоборот. Тогда слова Христа, 19 глава Матфея, надо опровергнуть. Христос сказал. И дальше уже идти некуда. При живом мужа или при живой жене. Живой. А живой это означает, какая бы она ни была, сумасшедшая, что там с ней сделает, болеет, восстала, от веры отпала. Живая. Пока она не умрет. Вот почему достается... Вот при живой жене. Да. Если жена оставила мужа или перешла, она перестала быть женой, она перестала подчиняться. Вот если я уйду от Христа, вот у меня жизнь тяжелая, допустим, у меня нет хорошей работы, может, у меня голова не очень от Бога создана. Я возьму за это, отрекусь от Христа. Да кто виноват будет? Разве Христос? А жена говорит, поповинуйся мужу, как Господу, во всем. Оба муж, глава жены, как Христос, глава церкви. Да, это правило, но она его не исполнила. А ты-то должен оставаться тем, кем должен быть. Я и оставался там, вот полгода жил, потом переехал в Минск, потом развелись, потом женился здесь. Такого правила нет. Так получилось, теперь уже что сделаешь? Да что делать? Вот мне сейчас одна и пишет такой, какой вопрос? Ответ один, только развестись и жить одному. Другого нет. Другого правила нет. Нет такого обряда, или сказать, таинства на развенчивание. Это нет. Это люди придумали. Бог сказал. И когда они подошли ко Христу, стали его искушать, он им ответил, как есть. Вот. Это сегодня такое расслабление. Дело в том, что он ведь сказал, что опять мужчина не может разводиться. Но когда уже жена против господина идет, это же революция натуральная, так же как дьявол пошел против Бога. А выдержать надо. Израиль шел. Она же была первым помощником. И дьявол был в свое время первым помощником у Бога. Да, да. Видите как, что Господь дает пример церкви и семье, послание к ефесянам. Жена доповинуется мужу, как церковь Христу. Так вот, Израиль называется церковью. И они восстали на него. Пришел к своим, свои не приняли, а распяли. Но он Израиль не отверг. 11 глава послания к Римам. Израиль распял Мессию. Это не просто сказало плохо. Он отпал, распял. А он его милует, и дает ему, и в конце концов, обратятся. Вот нам пример. Развода нет такого. При живой жене. Вот она умрет, тогда можешь бежать и кричать, ныне отпущаешь, и раба твоего. Как у Достоевского написано. Вот такая штука-то. Она говорит, я вчера это засчитывал, одна пришла ко мне, в мой мир, и говорит, вот я живу с мужем, живем хорошо, ребятишек нажили. Я стал ходить в церковь, но как вспомню, что он ушел от первой жены, и они жили хорошо, и у нас жизнь-то хорошая. Я вижу, я себя, говорит, запечатал, у меня нет доступа до Бога. Что мне делать? Я говорю, ничего не делать, только развестись. Купи другую квартиру, отойди, и, глядишь, он вернется. Тебе выхода нет. Они уже нажили детей, я буду говорить, папа самый хороший, детей воспитаю одна. Выхода нет никакого. А как же? Там женщина ушла. Да, пришел. Ее бросили, а здесь сама женщина ушла. Да. А вот пришел, когда Ездра с ними из плена, и они устроили развод по всему Израилю. Отпустить всех жен иноплеменных. Да. Отпустить с детьми. И развод был по всей стране. Им трудно было, но все подчинились. Ну так они поэтому и развели, что женщины были иноверные. Иноверные. Ведь самое-то главное в вере. Она ушла от веры, ушла от мужа. Так у Израиля запрещено было. Нам-то не запрещено. Можешь жениться на цыганке, на еврейке, лишь бы она была верующая. Нет. Ну так просто, мы же если венчались, то она приняла православие. Я про Израиль говорю. Израилю запрещено было на иноплеменных. А то они, ну, перемешали святое семя. Так сказано. Мне вот еще тоже некоторые вопросы такие возникают. Ну ладно, все. А свадьбы закончили. Говорите. Хорошо. Просто вот некоторые священники, там вот некоторые, допустим, праздники древнееврейские, как-то типа считают, что они к нам никакого отношения не имеют. Вот типа, когда побили мусульман, там что хотел умертвить иудеев, царица Исфирь была. Да. И там Аман был, который хотел их побить. Пурим. Ну да. Что этот праздник вроде как это еврейский праздник. Но если это был был избранный народ, так он вроде и к нам относится. Минутку, я сейчас гляну. И должны прийти в церковь убирать. А я могу не раз слышать. Если будет стущать, вы слушайте внимательно. А то я плохо слышу. Так, этот праздник к нам никак не относится. Это действительно еврейский праздник. У нас его нет. Я понимаю, но ведь фактически евреи тогда были бы из богоизболим народом и служили тому же Богу, которому служим сейчас мы. Ну да. То есть, просто, допустим, любой народ, как Христос сказал, во христе нет ни елены, ни уидея. Это доступа ко Христу, к вере. Тут не надо слова перекиды. А то господин субботы. И можно и бриться, что угодно. Он господин субботы. Нет. Когда он это сказал, сказал по определенной теме. А к еврейскому народу это относится. С первого века она сама установила для его народа. А вот я спрошу, вы отмечаете покров Божьей Матери? Да. Ну вот. А с чего ради вы его отмечаете? Ну, это традиция православной церкви. Только что. Мы пришли в этот день в Москве в греческий храм. Стали разговаривать. Он говорит, а у нас вообще праздник никогда не отмечался в Греции. Мы же из Греции получили над Царьградом, Матерь Божия, Царо-Сын прикрыл омофором, Андрея и Пифания и там услышали вообще никакого нет. Я говорю, почему не сделали такое, как покров Сталинграда или Ленинграда в войну-то? Нам ближе это было-то. Какое отношение мы имеем туда? Никакого. Покров не имеет никакого обоснования. Откуда мы взяли, это русские придумали. Мы же от греков взяли. У греков не празднуется, а мы хватили куда-то. И в каждом городе Покровский, Покровский, фамилия Покровский. Ну, просто это беда какая-то. Он не имеет никакого обоснования ни в Библии, ни в канонах, нигде. Просто прихоть. А вот иувреев, это было по закону установлено, царица. Мы к нему не имеем никакого отношения. Иначе нам придется праздновать 10 глава Евангелия Теана обновление храма и была зима. В 10 главе написано. Они праздновали и Христос, а мы этого не празднуем, у нас его нету. Обновление храма. Какое обновление? Ну, в крайнем случае, крестовозвижение, когда храм обновлялся. Видите как, тут надо очень рассудительным быть. Искать не своего. Я знаю, как трудно это встать. Потому что если они богоизбранный народ, и мы служим тому же Богу, то почему вроде как победу богоизбранного народа над врагами его нельзя праздновать? Нет, нельзя. Это канон есть. Я не праздную, конечно. Я не праздную. Мне просто интересно было, почему. Канон это. Если будешь праздновать вместе с ними, ты будешь извержен из церкви. Канон. Не с ними праздновать, а праздновать, конечно, только с христианами, как, допустим... Это уже с ними. Это уже с ними. Ну ладно, я скажу. Допустим, у мусульманов сейчас они Курбан Байрам празднуют. А я буду дома, никуда не выхожу, а Курбан Байрам я вместе с ними празднуют. Понятно. Это нет. Этот праздник никогда в церкви не был. Тут это вольнодумство надо выкинуть. Чего ради-то? Я не собираюсь его праздновать. Мне просто интересно было разобраться. церковь установила святые отцы. Не святый Златоуст, не Феофилак, никто о нем не упоминает, кроме того, что это была милость Божия к народу израильскому. И на этом все. Притом, книга эта, она, даже слово Бог, кажется, не употребляется во всей книге ни разу. Это вопрос такой, надо покориться. Так наша церковь установила, и вопрос снятый. Мне вот посты, посты, я начальник детского лагеря, мне посты, особенно Петров, он прям совершенно не нужен. Дети приезжают, у нас молоко, все есть. Я не могу ничего дать до 12 июля, но, я сразу ставлю, но, я православный. И все вопросы сняты, мы строжайше выполняем. Не положено растительное масло в среду, в пятницу, у нас его нету для детей. А у меня лагерь, детей много, бывает. Почему? Я православный. Я имею свое соображение, и знаю, вот тут-то так-то, так-то принято. И поэтому, она Бога не родила, Богородица, зовут Богородица. Я так и зову, но для себя я знаю, с названием ее, тут что-то у них не получилось. А на истории говорил, Христородец, это ближе к истине было. У нас, понимаете, это я сказал, по разуму. Или вот, допустим, иконы. Вот зайдут в церковь и шарятся по иконам. Иконоборцы, когда были, лев-то, император, он сказал, повыше повешайте только и все, он не против икон-то был-то. А кончилось чем? Убивали друг друга. 120 лет гремела эта ересь. Они ни за чего друг друга ненавидят. Православные были в тюрьмах, только освободились. И сразу же стали требовать от императора, чтобы посадил Ориан. Константин пришел, сел за стол и говорит, больше чтобы этого не было. Вот за столом решайте за круглым. Это проще всего воевать с Турцией, давай войну везде поднимем. А ты сумеешь так сделать, чтобы не воевали, как было с Атилой, Аларихом. Вышел папа навстречу, и он увидел такой свет от него и отступил от Рима. И Рим был спасен молитвами одного. Одного! Вот как Бог делает-то. А то мы делаем не по Слову Божию и хотим, чтобы у нас был мир. Его не будет. Мы с родными украинцами не в мире. Это разве правильно? Русский народ, Украина, Белоруссия это один народ. Это благодаря тому, что на окраине живут, там влияние поляков, пляхов, там язык, бритые там и все проще. Но мы русский это народ один. А дошли до какой? Война настоящая идет. Разве можно это делать? Так у нас уже получается вот не христиане, а какие-то религиозные фанатики. Да. Так они до чего-то... Я в Крылую администрацию пришел, он говорит, а вы знаете, есть такая великая державная партия. Я говорю, знаю. Великая державная. За Русь, везде за Русь. И как? Он говорит, мы за православие, но против христианства. Христианство и православие это несовместимое понятие по слову Божию у людей-то. Мы за православие. Получается, когда можно разобрать, что православный это правильно славящий Бога. Только ничего. А христианин это тот, который живет по заповедям Божьим. Да. Получается, это может быть православный иудей. Да. Он будет правильно славить Бога, а жить по-жидовски. Да. Ну, вот до чего дошло уже. Я хотел, вас еще знаете, о чем спросить, Игнатий Тихонович? Да. Может, в Беларуси тоже знаете каких-то православных христиан с кем-то можно было бы связаться, может, когда-нибудь даже на кой праздник кто-то в гости заехал. Потому что просто общения вообще нет христианского. Живем тут вот одни. Хотя и поселок большой, а людей православных нет. Ну, это неправда. Вы сейчас говорите пока, а я сейчас найду вам. Говорите пока. Вот. Просто вот тут же в Беларуси небольшой такой, небольшая страна. Может, у кого-то возможность будет, когда и в гости заедут. Да. Или мимо поедут, заскочат. Хорошо, хорошо. Говорите, что у вас там еще есть, а я сейчас в поисковик заряжу. Вот так. Он недавно из Беларуси у меня все книги выписывал, получил. Микола. Рубашку тут Володя прислал такая, как косоворотка старинная. Вот я его сейчас сразу-то раз не найду. У меня, видимо, в нескольких местах адреса записаны. И он, видимо, промелькнул. Как его, Микола. Я тут смотрел передачу, вы с Сергеем Козловым на днях, видимо, говорили. Что-то они там пытались с вами спорить со священником. Мне вот не понравилось, что он прицепился к слову, а почему вы громко говорите? Я вот тоже громко говорю. И вот когда эти бабки, им что-то скажешь такое, то, что им не нравится, но оно по Писанию и крыть нечем, они вот начинают то же самое. То ты громко говоришь, то у тебя голос какой-то неприятный. Они начинают глудить это словами, вот так вот вокруг да около лазить, а конкретно сказать ничего не могут. Не могут. Именно вот это и главное, что не могут сказать ничего конкретно. Укусить хотят, вот как эта собачка маленькая из-под забора, а веревки не хватает дотянуться из ума роста. Вот так. Я тоже так думаю. Ну, что сделаешь? Так вот уже заведено. Ну, это уже вот чисто жидовский образ. Вот, записывай. разговаривай. Они не хотят выяснить истину, они хотят настоять на своем. Вас вызывать Александр? Да. Давай, записывай. Можете ему письмо написать и получите. Слава тебе, Господи, нашел. Даже не думал. Готов я. Вот. 212. 212. 0,29. Сейчас, минуточку. Говори. Да, конечно. Иду, иду. Я тут разговариваю. Могилев. 212. 0,29. Город Могилев. Могилев. Бульвар Непокорённых Непокорённых Большую букву Бульвар Непокорённых Дом 36 А 36А Квартира 3 Волков Николай Николаевич Хороший человек Просто хороший Вам это большая поддержка будет Он все книги мои Выписал Купил Ну это же наверное Много денег надо Ну много не много Деньги то я сейчас скажу Сколько сейчас Так подождите Один вопрос меняется другим А мне уже надо в другую папку лезть Сейчас это быстро я сделаю Так книги Икона Ну вот сейчас скажу Это 37 книг Одной у меня уже нету 24500 Без стоимости пересылки Это российских рублей Да российских рублей 24500 А он давал в этих Это В долларах через юнион Ну через юнион Я не знаю с вами как Тут дороже Я вот какие-то иконы покупал У Козлова Но тоже через Вестон Юрий он посылал ему деньги А он мне посылку выслал Да я знаю Он очень и очень хороший человек Это герой веры Настоящий Очень Он 13 лет наверное уже лежит Парализованный Он сколько знает И сколько добра делает людям Ой-ой-ой Ну я знаю Я смотрю в интернете А ну вы видите Там Нынче он крещение принимал Туда ездили Два священника Брат ездил И он принял крещение Значит вот какое дело Это Если В этим будет Это с деньгами Намного Это Додороже А у вас некуда Переслать Чтобы в России Я переслал А вы бы там забрали Нет Так я еще Не заказываю Потому что мне надо Это же для меня Большие деньги Ну понятно Вы подумайте где Если надумайте То желательно в России Чтобы было Оттуда забрали Потому что Это намного дороже Если на доллары Ну в России У меня же дети Сыновья живут Ну вообще разговоров нету Это тогда дешевле будет Дешевле Потому что пересылка Сейчас много стоит Я вот в Америку Сейчас попросили Прислать полную А у меня пенсия 6 тысяч 520 там рублей 6 тысяч Я за посылку Только отдал 12 тысяч Только за пересылку Это очень дорогое Удовольствие Ну того стоит Вот так А то у меня Полный комплект Книг стоил 750 евро И плюс Стоимость пересылки А это почти 200 долларов Еще Ну у нас Пока Да Ну просто Я вам сказал Для того чтобы В курсе было Чтобы да Ориентироваться Мало ли что Оно сегодня нет Завтра может появиться А он Вот как раз Волков Он получил все книги А вы далеко от Харькова? От Харькова? Да Ну как Это Гомельская область Я живу Ну я знаю Район Мы вот В Украину Ездили отсюда На рынок Но ездили В Хмельницкий Так подождите Я еще хватил А Минск Далеко от вас Минск? Около Около 300 километров А Гомель? Гомель А километров 200 Далековато Там мои книги Мы же проезжали Когда я Во все библиотеки мира Подарил свои книги Я знаю Я же смотрю Передачи Вот А у меня В Харькове книги В двух библиотеках В Киеве Вот Нас в Белоруссии Хорошо приняла Мы подарили Батьке Лукашенко И от него У меня благодарность На бланке Нам он нравится Я его делал выступление Все время за ним слежу Правитель этот ваш Он нравится мне У нас У меня вообще Я вот с людьми Начинаешь разговаривать Они начинают Начальники плохие Руководство плохое Туда-сюда Ребята Вы все ушли от Бога И хотите Чтобы у вас были Хорошие руководители Откуда они не путают Сараша Правильно Я не помню Где-то вам сказано Что тоже народ Жаловался на какого-то Царя Что житья никакого нет А Бог им ответил Вы до того Они честивились Что я искал вам худшего Кто не мог найти Да Это есть такое В книгах написано Когда Фоков Оцарился Император Фоков А хорошего правителя Вот как Ленин Царя расстрелял А царем был Маврикий Он уничтожил жену Детей и дочерей Ну точно как Ленин И тогда Такой террор Установил Ленинский Этот Фока И тогда праздник В пустыне молился И имя его не сохранилось И Господь Я долго искал Чтобы наказать народ Но хуже не нашлось Ну да И вот то же самое Ведь такая же ситуация Ребята Так вы Сами станете лучше Только потом Мир-то станет лучше Ну да Мы делами Делами своими И спросили Такого правителя Надо молиться А вот мы за Александром Лукашенко За Петра Порошенко Мы молимся Каждый день дома И имена их Произносим перед Богом Я смотрю Царь Николай Второй Был хороший правитель Никто уже не спорит Да И если вы его Не защитили Предали фактически Так какого вы Заслуживаете Правителя за это Ну Каждый раз Каждый раз Каждый раз Каждый раз Аб Николай как говорит Из старей Какие были Это был худший царь Самый плохой Неспособный Но по вере Был самый хороший Его канонизировали Да разве бы Петр Первый Допустил такую беду Или Иван Грозный Да он бы Половину их перевешал И 200 лет Говорит Слово революция Не поминалось бы Вот какое дело А по моему Такая уже ситуация была Что надо было Вешать почти всех Может поэтому Нет 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 Это Шульгин Пишет об этом Это Мельгунов Об этом пишет Говорили Столыпин говорил Повесить всего 5 тысяч надо было И слово революция На 200 лет Исчезло бы А царь Николай Сказал нет На это я не пойду Я так Говорю простым языком Нет Воля Божья Ну конечно Мы то верующие Мы знаем Но только так И надо сказать Он как царь Царь это охранитель Он был совершенно Никудышный Никакой Он даже не понимал Что делается Давай мобилизацию Ему Вильгельм говорит Не трогай Раз Путин Григорий Ефимович Лежит в больнице Раненый Его пырнула Там женщина Ножом И он Телеграмму дает Папа Не начинай Мобилизацию Папа Погибнешь ты И дом твой Папа Не надо этого делать Один человек В России Который гремел На всю Россию Самый оболганный Ну что В Писании сказано Что даже в мыслях Не злословь царя Да Это Лучше я вот Стараюсь не трогать Не трогать Полиции Наше тело За собой следить Да Да Потому что Мы даже не знаем В всей ситуации У каждого руководителя Что Как там происходит Какие у него там Возможности Невозможности Какие проблемы И трудно судить человека Что его судить Ну Из всех В жизни Текло разобраться Самое трудное Сегодня у Рамзана Кадырова На него покушение Сколько С юга Они ползут Свои чеченцы И вот обнаружили Целая группа Готовили убийство Его И он их всех Арестовал Всех простил И на площади стоят Родители плащут Он их освободил И говорит За что вы меня убить хотите Я сделал все Была война Сейчас мирно Сейчас мирно Газ Электричество Питание Все есть За что Они стоят Так вот Набыщились на него Понимаете как А кругом Религиозные фанатики Да конечно А просто вот Какое-то действие Вот надо предпринимать Что-то вот Свое толкать Какую-то свою Власть показать Может Что он Какую-то Надо молиться Чтобы не было покушения На правителя Да Ну Все Вопросов нет у вас Александр Вопросов нет больше А то я отойду сейчас Нет Спасибо Все Хорошо Если вы надумаете Постарайтесь глазок Заменить У вас сильно плохой глазок Да Совершенно прям никакой Расплышит И как в тумане А погонщики Срежете сразу И все У меня же он тоже Отображается Вроде так Более-менее Ну не знаю Можно попробовать Мне поставил Сергей Козлов Как раз мне это купил Глазок Там все У меня ноутбук Он встроенный А вы Сергеем Установите Ага До свидания До свидания С Богом Благодарю